Замечание, связанное с информированием населения о предстоящих гастролях артистов, глава Азовской администрации Владимир Ощупкин адресовал начальнику отдела культуры Татьяне Бакуменко. Афиши, которые у нас размещаются на территории города, оперативно должны демонтироваться. То есть не допускается. Это такой, знаете, визуальный мусор, который остается два, максимум три дня после проведения мероприятия, и все старые афиши должны убираться. Это ваша в том числе задача вместе с ГДК отрабатывать с этими агентами, которые сюда этих артистов привозят, чтобы они потом за собой оперативно все приводили в порядок. Иначе мы перестанем им давать вообще такую возможность размещения этих афишек. Начальник управления образования Елена Мерошниченко сообщила о подготовке к государственной итоговой аттестации. Сейчас идет формирование территориальных предметных комиссий по предметам для 9-х классов экзаменов. Также идет сбор сведений по федеральным претендентам на федеральные губернаторские медали. С 31 марта всероссийские проверочные работы. Мы сейчас формируем общественных наблюдателей. 59 уже в базе данных общественного наблюдения. Будем составлять график для того, чтобы они участвовали в всероссийских проверочных работах. В целях предупреждения нанесения вреда здоровью физическому и нравственному развитию детей и подростков областным законам запрещено пребывание вне дома с 22 до 6 часов лицам, не достигшим 16 лет. Как данный закон выполняется в Азове, проинформировала ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Головатенко. Рабочими группами проведено с 8 до 12 обход центральных улиц, сквера и парка. Несовершеннолетних не было выявлено при нарушении областного закона. Также Ирина Головатенко сообщила, 14 марта в городе произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого двое несовершеннолетних остались без попечения родителей. По информации МОМВД, в домовладении были найдены два трупа, это родители несовершеннолетних, семья не состояла на учете в социально опасном положении, не находилась. Дети в учебных учреждениях характеризуются нормально, органы опеки, попечительства незамедлительно выехали по месту происшествия. Дети сейчас в безопасных условиях, переданы родственникам. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Руководитель Азовского здравоохранения Вадим Бритковский сообщил о двух случаях термического травмирования несовершеннолетних и призвал семьи внимательнее относиться к обеспечению безопасности детей. Просьба еще раз насторожить родителей в таком разумном обращении с потенциальными такими опасными объектами, как чайники, кастрюли и все остальное. Потому что была осенью такая волна, и сейчас почему-то пошла волна весной. Случаев заражения коронавирусом на данный момент ни в Азове, ни в Ростовской области не выявлено. На настоящий момент в общей сложности под наблюдением находилось 16 человек контактных, прибывших из стран опасных. 7 человек уже сняты, как эпиднеопасные, то есть они прошли трехкратное обследование на коронавирус. В течение двух недель наблюдались, измерялась температура. Остается под наблюдением 9 человек. Также у них первые все анализы отрицательные, но двухнедельный карантин. В целях своевременного реагирования на возможное осложнение эпидемиологической ситуации в Минздрав области была подана и уже подтверждена заявка на приобретение дополнительного аппарата по искусственной вентиляции легких. Владимир Ощупкин подчеркнул, сегодня очень важно, чтобы каждый человек относился к ситуации с должным пониманием. Я тоже обращал внимание на то, как реагируют наши соотечественники на это заболевание. Но вот пока нет такого ответственного, наверное, отношения, беспокойства. Все надеются на русский авось. Ну, я не знаю, в нынешних условиях, наверное, учитывая масштабы, все-таки этого заболевания, рассчитывать на авось не стоит. Поэтому я думаю, что здесь в своей работе тоже не только нашим коллегам из здравоохранения, ну, всем нам нужно учитывать. И, соответственно, свои рабочие планы, как я уже сегодня неоднократно говорил, выстраивать, исходя тоже из этих обстоятельств. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо.